Привет, с вами Павел Чар. Сегодня нестандартное для канала видео. Расскажу, как сделать электронную книгу в формате дежавю из обычной. Это пригодится и в учебе, и в работе. Запускаем программу ScanTaylor, создаем новый проект и указываем директорию. При правильных сканах галочки ставить не придется. Жмем ОК. Первонаперво исправляем ориентацию страниц. Для этого есть специальные стрелочки на соответствующей вкладке. У меня сканы перевернуты через один, поэтому применяем действие каждой второй страницы. В меню справа, которое можно прокручивать колесиком или клавишами, я вижу предварительный результат и он меня вполне устраивает. Дальше разрезаем страницы, в зависимости от того, как сканировали. Одна с захлёстом на вторую или сразу две. Программа определяет это автоматически, а мы следим за ее потугами и исправляем при необходимости. Жмем круглую кнопку на вкладке разрезка страниц. Ясное дело, что некоторые моменты я ускорил, чтобы вы не уснули. Тем временем переходим дальше, начинаем компенсировать наклон. Знаю, многие люди мучаются, поэтому и рассказываю о программе. Она проста в обращении и подойдет новичкам. Хотя многим нравится еще скан кромсатор, но его возможности для любителей избыточны. На констраниц можно изменять вручную, просто потянув за шарик на синей сфере. Сейчас программа сработала хорошо. Вернул автоматический вариант. Далее полезная область, то есть та часть страницы, которую мы хотим сохранить. Текст и иллюстрации. Сейчас программа будет думать дольше, можно отойти и поставить галку в графе «Звуковой сигнал по окончании». Этот процесс оставим за кадром. У меня уже все готово. Просто тянем за края и меняем нужную нам область. Так как все страницы в этой книге одинаковы, полезная область на каждой должна быть примерно равна. Это поможет при выравнивании. Кстати, прокручивать список страниц можно кнопками Page Up и Page Down. Вкладки «Полезная область» и «Поля» имеют схожее выпадающее меню, в котором можно выбрать порядок сортировки страниц. Естественный, по ширине и по высоте. Так можно отловить неверно определенные области и исправить эту ошибку, чтобы книга не разъехалась ширь или по высоте. Как раз отлавливаю тут вообще ненужный разворот. Удалю его, для примера. Врусную исправляю области там, где сплоховала программа. Переходим к полям. Здесь можно указать размер белых полей вокруг текста. Задать выравнивание по любому краю или по центру. Галочку убирать не рекомендую. Розовая область показывает, какую часть страницы зальет белым. Пунктир указывает размеры выделенной страницы относительно остальных. Давайте уже сохраним результат. Последняя вкладка «Выход». DPI оставим 600, даже происходным в 300. Распрямление строк при качественных сканах нам не потребуется. Тем более есть специальные программы для этого. Режимов «Выхода 3». Основной – это черно-белый, смешанный и цветной. Я сейчас показываю вам наглядно, чем они отличаются. Немного про настройки. Зоны заливки помогут без сторонних программ сделать простейшую коррекцию страницы, закрасив ненужные участки. Достаточно поставить 3-4 точки мышкой и указать цвет заливки такой области. Кстати, края потом можно менять, потянув заточки или линию. Вообще, я сейчас показываю все на примере игровой книги неспроста. Во-первых, тематика канала соответствующая. А во-вторых, сканы мне дал Антон, коллекционер-букинист, у которого недавно появилась группа ВКонтакте с такой вот игровой литературой. Книги прохождений на разнообразной платформе сотнями хранятся в его запасниках. И материал призван помочь ему и всем сочувствующим их правильно оцифровать. Мне вот вообще интересно, как с подобными книгами обстояли дела в Белоруссии и на Украине. У каждого была любимая книга-наставница, заменявшая интернет, рассказывающая про игры и дававшая советы. Ладно, расскажу про настройки черно-белого вывода страниц. Ползунок позволяет настроить толщину черного цвета. Если выставить на максимум, вероятнее всего появятся ненужные точки и полоски. Такой мусор можно убрать метелкой. Всего есть три кнопки с ней. Чем она больше, тем сильнее чистит мусор. Посмотреть, что именно она смелая, можно сбоку справа во вкладке удаления пятен. Обычно я выбираю самую маленькую или среднюю метелку, чтобы не удалить нужные точки и плохо пропечатанные дефисы. Особенно важно следить за этим в книгах с формулами, там метлой лучше не пользоваться вовсе. Как правило, я убираю вручную весь мусор только на страницах с оглавлением и титульниках. Остальное предоставляю программе. Не забывайте про кнопку «Применить К», иначе все изменения будут лишь на показанной странице. Если плохо видно, то можно колесиком прокручивать материал, приближая его. И немного просмешанный режим, нужный при работе с иллюстрациями. Их можно указывать и вручную, если программа ошибется. Я выделил область и покажу теперь разницу наглядно. Видите, серый кусок добавился к картинке Соньки. Он мне не нужен сейчас, поэтому верну все как было и покажу результат еще раз. Ладно, завершаем все нажатием на круглую кнопку во вкладке «Выход» и ждем. Теперь о другой программе «Дежавю Смол», которая поможет собрать книгу из обработанных файлов. Здесь все просто. Главное указать верно профиль кодирования. 600 DPI и цветность. Хотя можно выбрать дефолт при затруднениях. Смотрим на результат наших трудов. По сути, книга уже готова, но в ней нельзя копировать текст и отсутствует оглавление. Осталось распознать слой и внедрить его в нашу книгу. Единственная платная программа в сегодняшнем обзоре – FineReader. Можно обойтись и без этого, но поиск по тексту лишним никогда не будет. Раньше программа не позволяла сохранять формат дежавю, но по просьбам пользователей такую возможность добавили. Правда, сделали это спустя рукава. Это сказывается на размерах итоговых файлов. Даже в нашем случае FineReader выдал размер в 3,5 мегабайта, а мой итоговый файл вышел в 2. На книгах с иллюстрациями разница очень заметна. Вообще формат дежавю отлично подходит для черно-белых и серых книг. Лишь бы цветной подложки не было. Исходный материал у меня занимал 1 гигабайт. В любом случае нам нужен текстовый слой. Его мы внедрим сами. Сохраняю файл и называю его fr. Запускаем программу дежавю окр. Сначала слой извлекаем из файла fr, нажав на иконку с зеленой стрелкой и указав пути к файлу и для извлечения. Затем внедряем излеченный слой в нашу книгу, снова указав пути к слою и книге, в которую хотим его внедрить. Смотрим результат. Текст в книге выделяется и его можно копировать. Отлично! Осталось добавить оглавление. Здесь все просто. Достаточно воспользоваться примером из справки к программе, записать наше оглавление и сохранить его в книгу. Готово! Осталось книгу назвать. На этом все. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok